Всем привет! Лунный календарь на 6 марта 2022 года. Общие рекомендации для всех знаков зодиак. Идёт первая фаза Луны. Как и вчера, Луна в знаке Овна. Продолжается четвёртый лунный день. В 10 часов 59 минут Луна переходит в знак Тельца, а с 8 часов 31 минуты и до 8 часов 41 минуты следующего дня. Пятый лунный день. Пятый лунный день. Хороший и благоприятный день. Символом дня является единорог, означающий силу разума и тела, чистоту и целомудрие. И его влияние сказывается на характере дня. Всё, что связано с духовным развитием, самосовершенствованием, сегодня только приветствуется. Это могут быть духовные практики или медитации. Анализ своих и чужих поступков. Работа над осознанностью. День как нельзя лучше подходит для развития в себе высших качеств, таких как любовь и всепрощение. Благоприятно сказывается работа над чистотой мыслей и желаний. Помимо духовного развития, пятый лунный день подходит и для физического совершенствования. Хорошее влияние оказывает физические нагрузки. Особенный эффект имеет занятие йогой, во время которой происходит расслабление не только тела, но и разума. Выполнение ассан способствует приобретению внутренней гармонии и мира, позволяет достичь умиротворения. Благодаря переменам, происходящим на духовном плане, в этот лунный день значительно обостряется чувствительность. И это открывает возможность более чутко разбираться в людях. Вы можете достаточно точно определить тех, кто мешает, а кто способствует вашему развитию. Как и во второй лунный день, сегодня ваша интуиция распространяется и на пищу, среди многообразия которой вы можете выбрать полезные для вас продукты. Главным символом пятых лунных суток является единорог. Он призывает отстаивать свое мнение и свои принципы, защищать несправедливо осужденных и не скрывать свои чувства. Если вы затеяли спор, в ходе которого доказываете свою правоту, то вы почти обречены на победу. Сегодня единорог покрабительствует бойцам и защитникам. День будет удачен для людей решительных и смелых. Не начинайте ничего нового. Лучше покончите со старыми делами и займитесь планированием дальнейшего будущего. Если вы человек легкомысленный, то для вас день пройдет тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека. Поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным людям день принесет удачу. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним. Все ваши чувства будут поняты окружающими. Захотелось поплакать? Не стесняйтесь, дайте волю слезам. Если вы увидели себя плачущим во сне, это знак того, что ваш организм очищается и вы на правильном пути. Будьте внимательны и постарайтесь ничего не терять в этот день. Потерянное сегодня уже навряд ли когда-нибудь вернется к вам. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу. Можно выбраться на природу или провести вечер в раздумьях и мечтах. Здоровье и питание. Основной симптом надвигающейся болезни – тревожные и спокойные сны. В основном день для организма благоприятен. Вся поглощенная пища сгорает в организме без следа. Поэтому можно устроить застолье и есть все, к чему душа лежит. Есть смысл понаблюдать за своими вкусовыми предпочтениями. Сильная тяга к мясу в этот день говорит о том, что в вас живет хищник. Подумайте о том, чтобы отказаться от поедания убойной пищи. Старайтесь не переедать, но и голодать противопоказано. Ешьте в меру и не ограничивайте себя в выборе пищи. Под ударом в пятые лунные сутки оказывается пищевод. Если у вас началась изжога или рвота, то это означает, что где-то вы совершили ошибку, что луна вам сегодня не благоволит. Существует примета, если на пятый лунный день остричь волосы, то в ближайшем будущем нагрянет финансовая удача. Любовь и отношения. Отстаивать свои принципы – это хорошо, но не будьте вспыльчивыми и агрессивными по отношению к близким людям. День лучше провести в благоприятной обстановке. В этот лунный день контакты желательно ограничить, так как день в плане настроения весьма нестабилен. Возможно проявление конфликтов и вспышек негативных эмоций. Рекомендуется внимательно относиться к проявлению таких реакций, чтобы суметь вовремя их погасить и поддержать душевную гармонию. Благоприятно скажется общение с природой. Работа и творчество. Начинать новых дел в бизнесе не следует. Переговоры не будут удаваться. Финансовые вопросы и операции с недвижимостью также лучше отложить. С начальством в перерекание не вступайте. Для творчества и учебы день также не самый благоприятный. Лучше всего заняться планированием новых действий. Единственная операция с деньгами, которая сегодня не принесет лишних хлопот и неудач, это раздача долгов. Искать компромисса с партнерами или коллегами бесполезно. Окружающие под вас подстраиваться не будут. И также, как и вы, захотят отстаивать свои принципы и личное мнение. Сад, огород. Пятый лунный день относится к активному периоду роста и функционирования растений. Земля находится на этапе выдоха. Все жизненные силы растений в этот момент устремлены от корня вверх к стеблю и плода. Общие рекомендации на данный период сводятся к следующим. Хорошо сажать наземные культуры, прореживать всходы и делать пересадку, в том числе и кустарников и плодовых деревьев. Благоприятно проводить прививку и укоренение, заготавливать черенки. Подходящий период для подкормки, прищипки и обрезки растений. Посынкование. Можно работать с почвой, проводя ее рыхление. При этом не рекомендуется обрезать плодовые деревья, пересаживать и пикировать растения, если луна находится в знаке водолея. Пятый лунный день является не только периодом роста, но и активного накопления питательных веществ в плодах и наземных культурах. В связи с этим рекомендуется обильный полив на растущую луну. К тому же наступает благоприятное время для сбора урожая, но только тех культур, съедобная часть которых находится над поверхностью земли. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы! Ваш Полар Волф.